Всем привет ребят! Многие, наверное, когда покупают консоль себе, они не только хотят играть лишь в одни игры, также хотят посидеть, к примеру, на ютубе, посмотреть фильмы, посидеть на твиче, посмотреть какие-то либо стримы своих любимых блогеров, там, стримеров каких-то. Также хотят, наверное, посмотреть в интернете что-нибудь, если, к примеру, там нету телефона под рукой, ну или вообще не хотят просто вставать, если телефон стоит на зарядке. И в сегодняшнем видео я вам все это покажу, что, как идет, как все запускается и как вообще это все выглядит. Давайте, в принципе, начнем с твича, покажу, как твич устроен именно на xbox серии S, ну и также на xbox серии SX, как он что запускает и давайте это, в принципе, запустим. Открываем твич, он у нас очень быстро открывается, все, то есть моментально все. И здесь у нас есть все стримеры, которые на данный момент стримят, к примеру, популярные по просмотрам, по зрителям. Вот здесь они есть у нас, ну, в принципе, все удобно. Также по играм можно себе выбрать любую игру, заходите и смотрите, в принципе, да. В топе, кстати, Counter-Strike GO и Dota 2 и Minecraft еще. Ну и Fortnite, как это всегда бывало. Ну и Genshin Impact, она сейчас стала что-то более-менее популярной. Также здесь популярные каналы идут. Ну, в принципе, все знаете, кто сидел на твиче или вообще кто сидит на твиче, те, в принципе, знают, что как здесь идет. Но единственный минус, не знаю почему, но нельзя, по идее, никак поставить на русский. Я пытался поставить на русский, почему-то он мне не ставится на русский, то есть здесь только английский язык. Так что это, наверное, такой себе, ну, то чтобы минус, ну, в принципе, здесь он не нужен. Здесь и так все понятно, как бы, даже без русского языка здесь вот все понятно. Ну и, собственно, вот так вот запускается сам стрим, к примеру. Можете также зайти в настроечки, в настроечки зайти и выставить здесь разрешение максимально 1080p. Ну и вот так вот будет смотреться, можно на весь экран также сделать. Стрим. Ну и вот так вот будет смотреться. Хотя стоит 1080p, вот такая картинка здесь. Не знаю, почему так, но вот так. То есть, хотя, хотя, опять же, повторюсь, хорошее разрешение стоит. То есть я выставляю и вот так картинка смотрится. Следующий это Eevee. То есть здесь фильмы, сериалы и кино. Ну, то есть, кому интересно посмотреть фильмы, к примеру, на Xbox Series S. Также, если не хотите смотреть на компьютере, либо у вас нет смарт-келевизора, либо же не хотите просто на телефоне смотреть. И вам хочется именно посмотреть на Xbox Series S, но, опять же, или Xbox Series X. У кого какая консоль есть. Заходим. Давайте покажу вам также, что здесь как устроено. Сам Eevee. Здесь также фильмы. Все на русском языке. Абсолютно здесь вам предлагается какой-то фильм. Какой-то фильм вам здесь предлагается посмотреть. На выбор рекомендации почему-то здесь странно работают на самом деле. Ну, как-то оно вот так вот. Поиск, маиви, подписки, блокбастеры, фильмы, сериалы, мультики ТВ, ну, и так далее. И здесь колокольчик. Батя, все вот это вот сериалы, мультфильмы. Это самое популярное в подписке. Ну, здесь также можете посмотреть. Все очень хорошо идет. Ничего запускать не буду, потому что здесь нужна подписка, чтобы что-нибудь запустить. Вот. Так что, как-то так. Как-то так. Microsoft Edge. Ну, или как просто. Explorer. Раньше он назывался. Давайте зайдем. Введем какое-нибудь название. К примеру, не знаю, там, Россия, к примеру. Просто-напросто. Также можете и голосовые вводить. Здесь, в принципе, без разницы. Просто моментально, моментально загрузилось. Моментально нашло. Все очень хорошо выглядит. Все очень хорошо листается. Никакой вот это вот лагов. Никакой все прогрузилось со временем. Да, кстати, почему-то не знаю, почему так выглядит. Вот здесь даже можно выделить, если вам нужно. Вот, я выделяю спокойно себе. Я могу копировать и куда-нибудь вставить, куда нужно будет вам. Также здесь можно зайти в ВКонтакт. Разнообразные соцсети. То есть, вот видите, здесь, да, все показывает, показывает, показывает. Можно пролистать ниже. Россия. Ну и, опять же, что вы будете здесь вводить. Будет все хорошо, быстро находиться. Также можно, вот смотрите, быстренько закрыть. Очень удобно здесь все выполнено. Также вот ВКонтакте можно зайти. Происшествия. Всякие разнообразные герои Советского Союза. Ну, опять, здесь выполнено наподобие, как в Яндексе. Яндекс.Зен. Яндекс.Зен, да. Правильно называется. Яндекс.Зен. Кадыров. Ну и все. Джиган. Ну, вот тут всяких разных там политиков, неполитиков. Бизнесменов там, актеров, футболистов. Здесь будет показывать он. Даже, видите, боярский. Так что, так что вот так вот. Как-то, ну, он удобный. Он удобный, на самом деле, браузер, которого нет на PlayStation 5, если что. Следующее, о чем бы хотелось поговорить. Это вообще очень часто раньше задавали мне вопросы. Да и сейчас бывает, что задают вопросы. Можно ли смотреть на Xbox Series S YouTube? Да, есть отдельное приложение. То есть, вы можете вот спокойно зайти. Вы спокойненько зашли. Или, к примеру, можно вести 8К видео. 8К видео. Давайте запустим. Просто посмотрим, как она будет смотреться. Какая будет картинка. Будет ли вообще 8К тянуть. Потому что многие, нынешние компьютеры, у кого есть, не могут потянуть 8К картинку. Ну, именно запустить на YouTube посмотреть. А давайте же посмотрим, будет ли тут у нас нормально или нет. Многим интересно, на самом деле. Здесь, опять же, реклама. От рекламы никак не избавиться. Так что пропускаем. 8К. Давайте даже в настройки зайдем. Качество. Все, максимально 4К. Но почему-то 8К написано. Ладно, 4К. Давайте. Картинку нам важно посмотреть. Вот, вот картинка. Ребята, давайте промотаем немножко на какое-нибудь такое. Вот. Красивое, чтобы было что-нибудь. В движении, видите? Как все прекрасно идет. Как все смотрится. Какой красивый. Кто это, кстати? Я даже не знаю. Видите, как все четко выглядит. И никакой задержки нет. Никаких лагов нет. Как это бывает на персональных компьютерах, если ты запускаешь при таком разрешении. Знаете? Подгрузки. Вот даже промотал. Вот смотрите, могу промотать. Вот дальше прогрузки, которая уже была. Вот видите, промотал. Нажимаю А. И она практически моментально. Да, немножко подгрузка будет. Это понятно. От интернета зависит. Вот. И все. Буквально пару секунд. И все. Мы смотрим дальше. Обезьянки здесь. Красиво все ведет. Очень красиво смотрится все. Медведи бегают. Классно. Классно. Ну что, как-то вот так вот Xbox Series S чувствует себя в мультимедии, на YouTube, в Microsoft Edge или Explorer, как его раньше называли. Ну и по идее он так и называется. Просто здесь чуть-чуть переименовали. Не знаю, зачем это сделали. Twitch, Eevee. В принципе, собственно, как-то вот так вот. Ну и, конечно же, Netflix. Netflix ничем не отличается практически от Eevee. Все, в принципе, плюс-минус одинаково. Так что, ребятки, кому было это интересно, можете подписаться на канал, оставить свой лайк и написать комментарий, пользуетесь ли вы чем-то из этого. К примеру, Microsoft Edge, YouTube или же Twitch. Ну или, может быть, вы смотрите фильм на Eevee. Ну или не только на Eevee. Это не была реклама, кстати, ребят, Eevee, если что. Чтобы вы поняли. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Опять же, повторюсь, если тебе нравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord, и подписаться на мой Instagram. Также можешь стать моим спонсором, ребятки, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. Скоро увидимся.